Здравствуйте! Это видео будет больше полезно новичкам, потому что здесь мы рассмотрим один важный параметр при выборе графического планшета. Собственно, будь это планшет, графический монитор или планшетный компьютер, у них есть поверхность, называемая Digitizer, и она обладает кое-какими характеристиками. Но вот что интересно, многие производители просто умалчивают о характеристиках именно вот этого детали. И это при том, что именно от нее зависит качество передачи ваших движений, ваших штрихов, точности линий и всего остального, что связано с позиционированием. Я сразу говорю, я не рекламирую здесь вакомы, но я опять же буду брать в пример устройство от этой компании. Итак, в линейке своей продукции ваком указывает такой параметр как LPI, Lines Per Inch, количество линий на дюйм, которые распознают положение вашего пера и, соответственно, этому позиционируют курсор на экране. В некоторых таблицах с характеристиками можно еще встретить такой пункт Accuracy, точность. Она самая высокая, например, на Pro Intuos радиографических планшетов и в два раза ниже на любительской категории. По сути, этот параметр отражает то же самое, что и Lines Per Inch, только в обратной зависимости. Чем меньше Accuracy, тем точнее позиционирование курсора, потому что здесь она выражается в погрешности, плюс-минус 0,01 дюйма, например. Верхняя линейка продукции вакома имеет около 5000 линий на дюйм и обеспечивает наиболее точную передачу линий. Вы можете проверять диагональные линии с помощью линейки. Это, кстати, очень хорошая вещь. Взять планшет и проверить, адекватно ли он передает ваши движения. Берете просто обычную линейку и проводите диагональные линии по планшету. Можно даже попробовать еще окружности, если есть такая линейка. И вот по этим тестам устройства с наиболее высшим LPI показывают самые лучшие результаты. Но в это время что-то совершенно непонятное творится на рынке китайских планшетов. Там вы зачастую не встретите вообще нигде упоминания об этом параметре. Даже тест на прямые линии порой бывает очень трудно найти. Вот здесь я вам сейчас покажу, что примерно происходит на дешевых планшетах с низким количеством регистрирующих линий на дюйм. Они не соответствуют вашим движениям, то есть происходит искажение линий. И если вы рисуете, например, какой-нибудь, ну, например, делаете цифровой рисунок тушью, так сказать, то здесь это достаточно критично. Вам, естественно, потребуется, чтобы устройство адекватно передавало все ваши движения рукой. Поскольку зачастую на просторах интернета такой параметр невозможно найти для устройств не ваком, а в спецификации для китайских планшетов просто практикуется откровенное вранье, то перед покупкой попробуйте хотя бы найти видео, чтобы на нем тестировалась адекватная передача линий. Не просто какой-нибудь обзор с распаковкой и нанесением пары мазков с бессмысленными восторженными эмоциями, а постараться посмотреть такое, чтобы автор адекватно проверил функции планшета. В общем, вот такой совет для новичков при выборе графических устройств. Вступайте к нам в группу ArtScience. Там у нас толковые ребята сидят, которые знают все эти штуки. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok